РИНГ ГОЛЛС РИНГ ГОЛЛС Итак, уважаемые друзья, супер поединок. Главное событие нашего сегодняшнего вечера. Юрий Бессмертный, местный любимец против Аджая Балгобайнда. Это уникальное и интереснейшее ожидается противостояние. Я с большим удовольствием представляю своего сегодняшнего собеседника. Это титулованный легендарнейший боец Кейван. Забит Сометов, забит приветствовать. Да, Рома, привет. Всем привет телезрителям. Добрый вечер. Итак, Юрий Бессмертный. Я думаю, что вы следите за его выступлениями. Каковы шансы? Да, конечно. Я Юру знаю очень давно. С детства, скажем так, мы все время занимались в одном клубе. И сейчас я тоже занимаюсь в Ченуке. Хожу в парах. Иногда даже с Юрой стоим в парах. Он быстрее. Нужен тоже такой спарринг-партнер, который быстрее себя в два раза. Да, то есть мы видим, что соперник визуально меньше. Юрия. Ну, как бы из-за веса, да, получается, что он быстрый. Да, ну вот так. Да, ну визуально как бы смотрится чуть меньше, но ноги у него такие вот, скажу так, не худые. Не тонкие, да? Да, не худые, да. И мы видим сейчас. И серии с руками, да, неплохие у него-то атака. Ну, голландская школа. Раз, два, три. И лолкиком заканчивается. Это все время у них было. Сейчас пробивает представитель Голландии левый по печени, да. Ну, и Юра лолкик неплохо бьет. Видно, что немножко уже подхрамывает голландица. Но в последнее время Юрий Бессмертный выступает, прямо скажем, не совсем удачно. Сейчас у него поражений чуть больше, чем побед. С чем это связано, на ваш взгляд? Да, это было у него, но в последнее как раз таки вот пару боев он выиграл. Он пришел в себя, восстановился. И последние два боя у него победа. А, извиняюсь, последний бой он проиграл, да, Энди Сауэра. До этого он выиграл пару хороших боев. Вот он Энди Сауэра проиграл ему, конечно. Бой был хороший, мог выиграть, но немножко не хватило Юрия. Он очнулся тогда. Я смотрел этот бой прямо в эфире. Он очнулся только в третьем раунде. А почему так происходит? Может быть, Юрию тяжеловато гонять в эту категорию? Ну, я думаю, что да, конечно. Это влияет на него, потому что 7-8 килограмм гонять, это тяжело. И мы видим, сейчас Аджай Балгубайн приглашает Юрия на драку. Хороший бой, такой динамичный. Обои хорошо бьют руками. О, по печени здорово пробил Юрия Бессмертный. И тут же начинает показать у него соперника. В глухой защите находится. Вроде бы голландец, да, спокоен, все контролирует. Но перетерпел, да? Да, но печень, да, пробила у него неплохо. И еще раз. Привязал локоть к корпусу. Я бы здесь колено добавил бы, конечно, да. Все правильно. Мы можем отключить кнопочку, вы можете крикнуть что-нибудь, да. А почему нет? Вот. Хорошо бьет Юра навстречу левый сбоку, конечно, когда соперник в бой еще может попасть так. Да, но у Юры более длинные рычаги. И, конечно, с дистанцией, тем более левый боковой такой длинный он бьет просто очень здорово. И по печени еще раз очень хорошо попадает Юрий. Концевка раунда. Надо забирать ее, и Юрий это делает. Побежал вперед просто Юрий Бессмертный, но показывает голландец, что все с ним в порядке. Голландец, конечно, да, такой хороший. Голландец Амедов аплодирует кому сейчас, Юрию или Голландец? Честно говоря, мне голландец тоже очень понравился, потому что он показывает бой, какой надо показывать, скажем так. Потому что он гость, Юра местный боец, столько людей приветствует, аплодирует. А голландец показывает в это время то, что ну давай, пойди, давай подерем. Это очень хорошо для бойца. А первый раунд все-таки за кем, по вашему мнению? Конечно, Юра выиграл в этом раунде. Совершенно согласен, тем более, что пробил печень, несколько очень хороших атак провел. Вот сейчас продолжаю здесь заниматься в парах, работаю, спарринге. И в ближайшие где-то месяц-полтора у меня будет бой. А в рамках какого турнира и с кем? Это пока еще как бы секрет. Секрет, да. Я думаю, что через пару недель все выяснится. Но это будет человек с именем, да? Да, обязательно. Сомнений нет, потому что забит с Аметов должен драться только с такими соперниками. И мы видим, что второй раунд начинается очень активно, причем с обеих сторон. Да. Как мы видим. Здесь заруба хорошая, конечно, идет обоих. Да, и голландец, мы видим, не дурак подраться. Никого не боится абсолютно. Вперед, как и, в принципе, голландцы это делают. И дерутся. Да, вот действительно такая чисто голландская школа. Закрыться блоком, обмениваться, силовые удары наносить. Очень мне нравится, конечно, в этом смысле, как работает Росмалин. Вот. Да, Росмалин, конечно... Образец, мне кажется. Такой эталон силового. Похож, по стилю, да, боя, как ведут. Ох, повезло Юрию сейчас так, но... Очень интересно, хватит ли Юрия функционально на все три раунда, потому что мы видим темп боя очень высок, голландец хорошо готов. Да, очень. Если честно, я даже не ожидал такого боя от него. Я до боя видел его в раздевалке. Не произвел впечатление. Он подходил, да, там, говорил о том, что... Хорошо, что ты выиграл Бадра Харри, фотографировался со мной. Как бы... Тут, конечно, да. Ну, это бывает. Неприятный удар. Это бывает, да. Все время, да, это ввеляет на то, что выносливость во время боя, а то же, когда ты дерешься, тебя бьет в пах. Да, ну... А вот зрители кричат чистый в печень. Шутка такая вот прошла зрителей сейчас. Но печень немножко не там находится. Я поправлю наших болельщиков. Да, ну, это на повторе, я думаю, что все увидят. Конечно. Что голландец не симулировал. Но он же очень быстро восстановился, крепкий парень. Да, парень, конечно, оказался крепким орешком. Да, еще каким. Посмотрите, продолжает таки вперед. Довольно опасно головой вперед, кстати. Могло быть рассечение там. Видишь, почему-то они оба чисто боксеры. Как с начала боя начали драться руками. Тем более, что Юрий хорошо бьет коленями. Поднаелся, Юрий, поднаелся. Подустал, начал пятиться так иногда, откровенно. Все-таки Юрий гоняет 7-8 килограммов. И это очень непросто, друзья. И мы знаем, что были определенные сложности с тем, чтобы влезть в категорию у Юрия Бессмертного. Поэтому сейчас он должен сражаться, что называется, за себя и за того парня. Сейчас пытается... Удары уже, да, конечно, уставшие не те, которые были, но здесь, конечно, да. Нельзя драться, мне кажется. Надо потерпеть раунд. И Аджай Балгубайн тоже прекрасно понимает, что соперник подсел. Но, Юрий, надо подержаться. Воу, мазанул сейчас по голове ногой. Хлесткий был. Да. Ну, мне кажется, тут надо немножко Юрию ногами уже отбить, ну, лоу-киками немножко. А у меня функционал-то уже нет вот такой. Заигрался на руках. Да. Юра. Очень сложно, очень непросто будет идти с Юрием Бессмертным. Я думаю, что сейчас Голландик потрет. Скорее всего, потому что он готов к неплохо. Потому что Юра провел много боев с известными бойцами. И выиграл того же Гагу Драгу, в свое время нокаутирован. С Энди Сойером хороший бой показал. С Артуром Кишенко опять же хороший бой. Да, ровный поединок был. Чтобы выиграть, Голланде сделает все для того, чтобы выиграть. Потому что Юра, как-никак, известный боец. Хозяин ринга. Да, хозяин ринга. Когда ты выиграешь таких бойцов, тебе сразу замечают другие организаторы, такие как Глория, Легенда, и приглашают в тренера. И он... Пока делает все, да? Да, не упустит свой шанс и сделает все для этого. Ну, мы болеем за Юры. Думаю, что он соберется сейчас в третьем раунде. Ну, хотелось бы верить, но очень тяжело будет. Это сомнений нет. Ну, первый раунд за ним точно, второй такой равник немножко оказался. Ну, третий, я думаю, что решит. Но все-таки, если говорить о втором раунде, то в концовке, конечно, голландский спортсмен был поактивнее, он поддавливал, побольше ударов выбрасывал. Не сказать, что больше попадал. Ну, было что-то такое, да. Ну, начало было замеров, опять же. Да, это... конечно. Ну, будем сейчас смотреть третий раунд. И вот лоу-кики, кстати. Да, ну, не такие мощные, как в Юре Бранзе, да. Устал, устал Юра. Это видно. Пытается держать соперника на передней руке. С задним вторым номером работает. Это не надо так делать, конечно. А вот колено надо было, мне кажется, вначале вставлять. Потому что когда вот в угле был он, закрывал печень свою. Идет вперед по-прежнему Аджай Балгобайнд. Он здесь неплохо. Хорошо с сайдстепом ударил Юрий Бессмертный. Ну, да, Аджай идет вперед и ближний бой хочет. Вот, сери руками. Включает колени. Ой-ой-ой, не было остановки боя. Вы посмотрите, что происходит. Зевнул сейчас этот момент. Зевнул, да, конечно. Ну, и, может быть, Виктор Корнеев немножечко помешал. Потому что он вроде сделал движение вперед. Вроде как развести в клинче. Очень переживает, да, Бессмертный. Я уже запреживался. Ничего, ничего. Лавра Николая Николаевича никому не дает покоя. Да, хорош голландец. Очень спокойно принимает удары Юрия в блок, которые уже не так сильны, не так остры. И более того, голландец сам работает достаточно опасно. Да, Юрию сейчас надо, вот, я слышу Сергеевич, подсказывает Андрей Сергеевич, что на один удар, вот, надо, чтобы вот, на встречу, вот, голландец идет, бьет, а Юрия надо закрыться, вот, и на один удар акцентировано, вот, как он любит, левый сбоку, либо правый на встречу. Правый на отходе можно, он хорошо с сайдстепом делает прям. И голландца проваливает за счет длинной руки своей. Неплохо, неплохо, но нет уже силы в этих ударах. Удары просто уже не те, которые были, вот, да. Пропускает Юрий. Такие медленные, неакцентированные удары. Вот. Ой, хорошо было, вот, левый сбоку. Обмен великолепный мы с вами наблюдаем, но это обоюдоострый обмен, и мне кажется, сейчас все равно этот эпизод оставляет за собой Аджай Балгубайн. Аджай Балгубайн. Хорош голландец. О, есть еще один левый боковой. Голландец устал немного, потому что, да. Вот сейчас концовку надо забрать, надо забрать. Нет, 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 Юрой, конечно, совсем уже. А как вы оцениваете возможные перспективы Юрия в 77 килограммов? Ну, мне кажется, что надо, конечно, перейти, когда так тяжело. Чуть-чуть прибавить еще в массе, подсушить, все нормально будет. Набрать 80-81, все спокойно, все можно брать. Просто мы видим, что эта сгонка, Юрий, не идет на пользу никак. Да, да, это... На него влияет, конечно. Очень серьезно, потому что при прочих равных, с хорошей функционалкой, я думаю, что он этого парня должен выигрывать. Да. Как восстановился Чингис после поражения от Григоряна? Как он это преодолел? Потому что он очень долго выигрывал, очень много боев выиграл. Потом была ничья. Да, тяжело было после долгих побед, и потом два проигрыша, и он сделал перерыв небольшой, и после этого начал тренироваться, идти дальше. И я думаю, что скоро мы увидим его в очень хорошей форме, и он вернется с победой. Потому что Чингис, я уверен, он достоин того, чтобы биться в самых сильных организациях. Да, и я тоже так считаю, и с самыми сильными бойцами. Да, такие поединки он показывает, конечно. С лучшими. Но Юрий Бессмертный тоже этого достоин, но, наверное, и не в этой весовой категории. Все-таки очень тяжело. Надо перейти, да, уже в 77. Артур Кишенко тоже дрался, ему тоже тяжело было, но вот он перешел в 77. Ники Хольскин тоже самое сделал, перешел в 77 и стал чем... Как он там стал биться, Ники Хольскин, это же уму непостижимо, как он в соперников там разбирал одного за другим. Хорошо, хорошо. Есть, есть попадание. Вот это тоже неплохо со стороны голландца, левый кик. Коротенький, очень мощный, четкий удар, точный. Юра сам хорошо бьет правый кик в голову, почему-то он не делает этого в этом бою. Начал обрабатывать дальнюю ногу лоу-киком своего оппонента Аджай. Но начал голландец пятиться, да, то есть он уже не так напорист. Да, уже не так, как в третьем раунде, он уже тоже подустал. Я думаю, в третьем раунде он выложился тоже максимально. Но не думал он, что будет назначен дополнительный и, видимо, рассчитывал все отдать в третьем, но так получилось, что судьи дали дополнительный раунд. Вот, так он неплохо голландец. Юра, минуточку, надо работать. Хорошо коленом по туловищу, четкий удар, чистый. Надо развивать свой успех. Вот обмен ударами. Ну вот если когда и проявлять чудеса героизма, то именно сейчас. Надо, да, надо вот здесь вот сделать взрывы, вот несколько хороших атак, и победу можно взять. Ну вот бегать, наверное, не надо, но вот надо просто доработать, Юре. И что он сейчас и делает, в общем-то. Ни шагу назад. Хорошо, правый прямой в блок, но все равно отлично. Опасно ударил левый боковой Аджай. О, вот он, правый кик. Очень неожиданно. Здорово спрятал ногу и выбросил ее, жаль, что не попал. Не надо, да, надо еще. Только не пятится. Хорошая двойка навстречу. Еще один правый. Есть. Вот он, да, он. Хорош. Вот это да. Красавчик, молодец. Как мужчина, как мужчина себя все сделал Юрия Бессмертной. Молодец. В четвертом собрался, на самом деле с первой минуты раунда иначе дрался прям. Да, это было просто здорово. В этом поединке мне кажется, что голландец в третьем раунде возле просто встал и еще удары тут. Победу одержал техническим нокаутом в четвертом раунде Юрий Бессмертный. Ну так, Юрий Бессмерт задерживает победу, с чем мы его категорично с ней поздравляем. Молодец, Юрий. Желаем ему дальнейших побед. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова